На северо-западе Италии, в Пьемонте, есть небольшая деревенька под названием Бароло. Там на склонах холмов выращивают виноград, из которого делают вино под одноименным названием. И это одно из самых качественных и знаковых вин Италии, внесенное в список наследия ЮНЕСКО и не раз получавшее 100-бальные награды от Роберта Паркера. Сегодня мы поговорим о том, как делают Бароло, что про него нужно знать и чего от него можно ожидать. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн ВИТИСПРО. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, то подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Как я уже сказал, Бароло делают в деревеньке с одноименным названием. Эта винодельческая зона маркируется наименованием Ди-О-Чи-Джи, что соответствует, согласно итальянской винной классификации, высшему уровню качества. В этих краях издавна делали вино, но то Бароло, которое мы знаем сейчас, родилось в середине 19 века. До этого из местных сортов винограда здесь производили преимущественно дешевые сладкие вина. Но потом некий сеньор по имени Камилло Бенцо Ди Кавур решил это исправить. Он был известным политиками, многое сделал для объединения Италии. Не без помощи французов, кстати, с которыми он водил дружбу. И вот как-то захотелось ему у себя на родине в Италии делать вино похожее на французское. Для этого он пригласил Пьемонт именитого военолога Луиса Уда. Тот изучил местные сорта винограда и понял, что Нибиола отлично подойдет для создания вин во французском стиле. То, что в итоге получилось, привело в восторг тогдашнего короля Виктора Эммануила II. Он приказал перевести все свои виноградники на Нибиола и делать только это вино. И с тех пор оно стало любимым напитком всей Савойской династии. Поэтому Бароло, в Италии называют вином королей. И кстати, на торжественном приеме в честь объединения Италии в 1861 году подавали именно это вино. В истории Бароло была одна довольно любопытная веха. В 1983 году там случилась своего рода производственная революция. В итоге все виноделы региона разделились на две группы – модернисты и традиционалисты. Первые ратовали за перемены и разрыв привычных стереотипов. Они стали отказываться от использования больших бочек, переходить на компактные французские барики. Сроки выдержки в дубе тоже сократили. В итоге у модернистов стало получаться довольно яркие фруктовые вина с ванильными и кофейными ароматами. Они ориентированы в основном на американский рынок. Главное отличие модерновых Бароло в том, что их можно пить практически сразу, в то время как классическим надо полежать в бутылке лет 10. У этого нового веяния были и критики – традиционалисты, которые во что бы то ни стало хотят сохранить наследие предков. Они считают, что модернисты предали традиции в угоду потребителю и думают только о коммерческом успехе. Ну а те, в свою очередь, говорят, что жизнь слишком коротка, чтобы десятилетиями ждать подходящего момента, чтобы выпить вина. Они утверждают, что традиционалисты просто снобы, ретрограды и не желают смотреть в будущее. Спор между ними не утихает и поныне. И здесь самое время разобраться, а как вообще делают Бароло. Как я уже сказал, для производства этого вина используют местный виноград Днебиола, ягоды которого отличаются ярко-красным цветом и содержат очень много кислот и особенно танинов. Именно поэтому вино из этого винограда имеет высокий потенциал к выдержке. По правилам, выпускать Бароло в продажу можно, когда ему исполнится не меньше 38 месяцев, из которых не менее 18 это вино должно провести в бочке. То есть оно поступает в продажу лишь на четвертый год после сбора урожая. А есть категория Бароло Ресерва, так для них срок выдержки составляет не менее 62 месяцев. Что в итоге получается? Очень мощное, сложное вино с крепостью не менее 13 градусов. За время выдержки в дубе в нем смягчается излишняя терпкость Небиола, а вкус становится более округлым и мягким. Бароло очень ароматное, очень полнотелое вино, поэтому о нем часто говорят, что у него мужской характер. Впрочем, это всего лишь стереотип или метафора. Не стоит нам в 21 веке наделять вино какими-то гендерными характеристиками. Да и к тому же Бароло бывают разными. Все зависит от производителя, года урожая и других известных нам с вами факторов. За что любят Бароло? За многогранный аромат, в котором чувствуются нотки инжира, патоки, вишни, розы, бадьяна, кожи, глины. В некоторых образцах могут встречаться ноты подлеска и трюфелей. Вкус у Бароло благородный, округлый, тонкий, с фруктовыми и пряными нотами, а послевкусие долгое и приятное. С чем пить Бароло? В родном Пьемонте идеальной парой для этого вина считается карне-крудо – местное блюдо из говяжьего мяса. А еще на его основе делают Ризотто Аль Бароло. Льют вино прямо в рис и протушивают вместе с бульоном, луком и травами. Я бы сказал, довольно расточительно, учитывая стоимость бутылки Бароло. Но вам необязательно выливать туда всю бутылку. На 400 грамм риса берут примерно 250 мл вина. Так что у вас будет возможность насладиться оставшимся в бутылке Бароло, смакуя вместе с Ризотто. Также это вино подходит и к запеченной утке, и курице, стейкам, печеночным паштетам, субпродуктам, грибным блюдам, трюфелям, сырам. Особенно хорошо Бароло сочетается с горгонзолой и костельманией. Но прежде чем вы купите в магазине Бароло и достанете штопор, чтобы открыть бутылку, хочу вас предостеречь. Лучше дайте этому вину полежать. Сколько? Как минимум лет 10. Хотя, если вам попадется бутылка модерновой стилистики, то это вино можно пить сразу. И как же понять, можно ли пить Бароло или нет? Лучший способ – планировать покупку этого вина заранее. То есть предварительно изучить информацию о винодельне, узнать какой стилистике она придерживается – модерновой или традиционной. В первом случае, как мы с вами уже поняли, вино можно пить сразу, а во втором – придется выдерживать десятилетиями. Какой подход вам ближе? Конечно, решайте сами, но я бы советовал попробовать оба стиля. В конце концов, приятно лет через 15 откупорить бутылку выдержанного Бароло, которая как раз на пике своей формы. Это как раз тот случай, когда терпение щедро вознаграждается. Не все знают, помимо вина Бароло, в этой деревушке делают еще и вермут, Бароло, Кенату. В него добавляют сахар, спирт, пряности и травяные настои. Этот напиток отлично справляется с ролью дежестива, то есть завершает вашу трапезу. Кстати, о дежестивах у меня есть отдельное видео, смотрите, чтобы узнать все подробности. Друзья, вы пробовали Бароло или еще только планируете свое знакомство с этим вином? Пишите, как всегда, ответы к комментарии. А чтобы вам было проще выбирать, я, конечно же, подготовил для вас инфографику с основной информацией о этом вине. Ищите ее в виде PDF-файла в описании к этому видео. Ну и если это видео вам понравилось, то расскажите о нем и мне, и YouTube, кликнув по кнопке лайк. Ну а если вы не хотите пропустить новые, еще более интересные видео на этом канале, то обязательно подписывайтесь и кликайте на колокольчик. Ну и также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка поделиться. А поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать наш канал. Главное, мы с вами распространяем настоящую винную культуру. Это, согласитесь, дело благородное. Мы ведь в конце-то концов делаем ну совсем другой канал про вино.